Доброе утро! В эфире новости на Катоне 24. С вами Анастасия Борисова и перейдем сразу к выпуску. Молодые учителя малокомплектных сельских школ получат единовременные компенсационные выплаты. Порядка 90 молодых специалистов представили документы для участия в отборе на назначение единовременных выплат в размере 250 и 170 тысяч рублей. Уже 1 ноября 2020 года утвердят выплаты 80 молодым специалистам. Средства на счета поступят не позднее 1 декабря этого года. Отбор проведет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Министерства образования и науки края, педагогических организаций высшего и среднего профессионального образования, а также общественных объединений региона. Получатели краевого единовременного пособия должны отработать 3 года в сельской малочисленной школе, расположенной на территории края. В рамках государственной программы развития образования в Алтайском крае на эти цели и средства краевого бюджета ежегодно выделяют 16 миллионов рублей. За время реализации программы поддержку оказали 517 молодым специалистам. Барнаульцы уже вовсю готовятся к зиме. Что еще важнее, сегодня в День автомобилиста многие водители спешат переобуть свою машину. Как обстоит ситуация с очередью в шиномонтажках и стоит ли вообще торопиться со сменой резины, выяснял Егор Матаев. Вторая декада октября. Это значит, что всем автолюбителям пришло время задуматься о смене летней резины на зимнюю. О том, какая же зимняя резина лучше и надежнее, шипованная или не шипованная, а также о том, как психологически настроить себя на смену манеры езды, узнаете далее. Этот звук пневмопистолета для болтов и гаек знаком почти каждому обладателю автомобиля. И сезоном в сезон водители пользуются услугами шиномонтажа. Погода за окном все чаще заставляет задуматься о скорейшем смене автомобильных покрышек с летних на зимние. Когда наступает первая холода, с утра все равно подмораживает. И где-то какая-то лужа подмерзает и так далее. Неизвестно, как машина поведет на летней резине в скользкую дорогу. Я бы посоветовал всем автолюбителям произвести шиномонтаж заранее, чтобы не допустить каких-то уже более тяжелых последствий. Споры о том, когда же менять летнюю резину на зимнюю, разгораются каждую осень. Но, тем не менее, опрошенные нами водители практически единогласно придерживаются одного мнения. В ближайшее время я посмотрел по прогнозу погоды. Будет первый снег. Ну, соответственно, не дожидаться, когда все похолодает сильно. Но я думаю, в выходные ближайшие дни буду переобуваться. Уже прохладные ночи и обещают снега. И в любое время может просто дорога испортиться и будет очень плохо для водителей, для машин тем более. Я утром рано езжу на работу, поэтому уже поменяла резину. Тем более вожу маленького ребенка. Считается, что поездка на летней резине небезопасна. Если среднесуточная температура, продолжительное время держится на отметке ниже плюс 5 градусов. Сцепление с асфальтом ненадежное. Колеса будут скользить, а тормозной путь увеличиваться. Зимние покрышки бывают двух видов. Нешипованные, в народе их прозвали липучка, и, соответственно, шипованные. Они для разных дорог. Липучки удобны для трасс, свободных от гололедицы. А шипованные удержат автомобиль и на заснеженной трассе. С покрышками мы разобрались, но нужно не забывать. Манера езды летом и зимой совершенно разная. Тем самым, чтобы не стать героем днежистянщика, водителю также нужно подготовить и свои водительские навыки к зиме. Мы с вами полгода ездили, так скажем, в летнем режиме. Что мы себе позволяли? Мы позволяли себе очень активное воздействие в плане управления. Мы активно давили тормоз, активно давили газ, активно управляли рулевым колесом для объезда препятствий, ямок, еще чего-то подобного. И за полгода в нашем организме сформировалась так называемая мышечная память. Водитель, садясь за руль, должен проектировать, проектировать ситуацию, когда он передвигается на гололюде. Вот как будто у него чистое зеркало, ледовое под колесами. Он должен все, он должен перестроить себя на зимний режим. Перестроиться на зимний режим – обязательно условие для каждого автомобилиста. Менять летнюю резину на шипованную или липучку – это настойчивая рекомендация ГИБДД. Все же бабье лето уже не вернется, а впереди нас ждет настоящая сибирская зима. Будьте аккуратны на дорогах. Егор Матаев, Алексей Михайлов, Денис Кузьменко. Новости. И на этом все. С вами была я, Анастасия Борисова. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин